Уважаемые друзья, ещё раз от всей души поздравляю победителей и призёров игр в Токио. Хотел бы выразить огромную благодарность вашим тренерам, наставникам, которые вели вас на долгом, многотрудном пути к Олимпийским вершинам, вашим родным, безусловно, о которых сейчас при награждении государственными наградами вспоминали ваши товарищи по команде, родным, друзьям, чья поддержка помогала вам двигаться только вперёд, к заветному, самому важному для любого спортсмена Олимпийскому пьедесталу. Для кого-то это было уже не впервые, это были не первые Олимпийские игры, не первые триумфы, но, ни сомнений, что радость победы для вас так же пронзительна, как и у золотых дебютантов. Уверен, что для самой титулованной в мировой истории синхронного плавания Светланы Ромашиной уникальна и дорога каждая из теперь уже семи её золотых олимпийских наград. Две из них получены в Токио в паре с блистательной Светланой Колесниченко и в составе команды наших безупречных, бесподобных синхронисток. Они многие годы абсолютно недосягаемы для соперниц. Это выдающийся, непревзойдённый успех отечественной школы синхронного плавания. Как всегда на вершине Олимпа и представители спортивной борьбы. Золотая серия в этом виде спорта для нашей страны не прерывается почти 70 лет с 1952 года. В этот раз борцы положили в общекомандную копилку 8 медалей, 4 из которых высшие пробы. 8 медалей и в пулевой стрельбе. И здесь, конечно, нужно отметить Виталина Мацарашкина, которая открыла золотой счёт, золотой счёт нашей сборной в Токио. Она решительно обошла именитых соперниц, дважды поднялась на первую ступень пьедестала и оформила новый олимпийский рекорд. Молодец. Такие достижения всегда были украшением олимпийских стартов, обогащали их яркими, волнующими моментами, утверждали безграничность возможностей человека, его силы духа. Настоящий спортивный характер проявили наши лёгкотлетки. Преодолев все препоны, в прямом смысле взлетела на олимпийскую вершину Мария Лосицкена. Она и её подруга по команде Анжелика Сидорова убедительно доказали, что мировую лёгкую атлетику настоящей королевой спорта во многом делают в том числе наши, российские атлеты. Буквально с замиранием сердца болельщики следили и за поединками в фехтовании. Особенно, когда, несмотря на травму, в бой вступила Марта Мартьянова. Сейчас она мне только об этом рассказывала. Взаимная поддержка и боевой дух наших замечательных спортсменок, их очередная победа в командном зачёте. Замечательно, они восхищают. Молодцы, девушки. Особые слова для Саблицки Софии Позняковой. Она просто, в прямом смысле этого слова, ворвалась в элиту мирового спорта. Первая Олимпиада и сразу два золота. Вот это и значит настоящая олимпийская спортивная династия. Её отец, как известно, тоже прославленный олимпийский чемпион, причём четырёхкратный. Невероятные по накалу эмоциями и долгожданным возвращением статус сильнейших порадовали болельщиков российские спортивные гимнасты. Причём на высшую ступень поднялась и мужская, и женская команда. Их волевые победы вошли, безусловно, уже вошли в летопись мирового спорта. Возвращают статус сильнейших и наши пловцы. Отдельная благодарность за это Евгению Рылову. Его стремительный рывок в лидеры и две золотые награды – один из примеров большого потенциала нашей национальной команды. Уверенность в успешном будущем российской сборной добавили и завоёванные российскими спортсменами олимпийские медали в стрельбе из лука, в пляжном волейболе, в новой для игр дисциплины баскетбол 3 на 3. И, конечно же, в Техвандо, где в России не только первые олимпийские победы, но и командное лидерство. Один из спортсменов, как вы знаете, вообще выступал со сломанной рукой. Просто… Ну, герой молодец. Спасибо тебе большое. Не менее ценно и первое общекомандное золото в смешанном разряде у теннисистов, которые подарили нам ещё и такое воодушевляющее событие, как полностью российский финал. Останутся в памяти и традиционно жаркие, захватывающие баи российских боксёров. В этом виде единоборств наши спортсмены все последние годы выступают результативно. И уверен, заложенная основа, так же, как и легендарные традиции отечественной школы бокса – это залог будущих побед. Искреннее восхищение заслужила сборная России по художественной гимнастике. Дорогие девочки, для нас, для всей нашей страны вы всегда самые лучшие, первые, золотые. Так оно и есть на самом деле. И здесь хотел бы обратиться и к серебряным, и бронзовым медалистам. Остановка в одном или паре шагов только от высшей ступени Олимпийского пятистала всегда вызывает очень сложные эмоции. Вот, казалось бы, золото совсем рядом. Но чего-то не так пошло, чего-то не получилось. Но и это делают спортсмены сильнее, закаляет характер, выводят на новый, недоступный соперникам уровень мастерства. Славная, триумфальная история многих поколений наших выдающихся атлетов доказывает – ничего невозможного нет. Главное – трудиться и обязательно верить в себя. И трудолюбие, таланта, вера в себя, вера в страну, которая за вами стоит, у вас есть. Я это очень хорошо знаю. Следующих стартов ждать недолго. Всего через несколько месяцев на арену зимней Олимпиады в Пекине выйдут ваши товарищи зимники, зимняя сборная. И менее чем через три года многие из вас вновь встретятся со своими соперниками в Париже. И вы, ваши товарищи, молодое поколение российских атлетов убедительно подтвердите, я в этом нисколько не сомневаюсь, убедительно подтвердите своими яркими победами в равной, честной и бескомпромиссной борьбе свой статус. Итоги Олимпийских игр в Токио. Планы на будущее. Вчера, как вы могли, наверное, заметить, мы обсуждали с коллегами и на заседании Совета по спорту. Обязательно продолжен помогать им создавать все условия для подготовки, в том числе силами Фонда поддержки Олимпийцев России. Долгие годы его поистине подвижническая работа – это огромный вклад в развитие отечественного спорта высших достижений. И что бы хотелось особо отметить. За каждой завоёванной вами на 32-й летней Олимпиаде своя большая личная человеческая история, долгий самоотверженный путь к спортивной вершине. И вы прошли его самым достойным образом. Ваши примеры обладают колоссальной вдохновляющей силой, доказывают ценность физической культуры, спорта, заряжают молодых людей стремлением равняться на вас, делать выбор в пользу активного, здорового образа жизни. Благодарю вас за ваш труд, за верность идеалам Олимпийского движения. Поздравляю вас с блестящими достижениями и заслуженными наградами. И, конечно, желаю новых успехов, новых выдающихся побед и рекордов. Во славу России! Спасибо вам большое! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Спасибо вам большое. Удачи!